Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, я здесь сегодня благодаря тому, что некоторое время назад мы стали уметь с Вадимом работать. И маленькая трига. Рядом со мной согласился сегодня присутствовать и большую часть нашего сегодняшнего разговора, я бы даже сказал, не поддержать, а, собственно, развернуть, развить. Уникальный человек, который прожил много жизней, даже не знаю, как его представлять. Может быть, он сам где-то... Ну, его невозможно ни в какие рамки поставить. Это Петр Немой. Прошу вас. Он совершенно не случайно здесь, и дальше я немножко об этом расскажу. Как мы встретились с Вадимом? Все, что происходит последние три года с нами, да, надо сказать, что я представляю компанию «Глориум», основателем которой, собственно, и явился. Наша компания продюсерская, и мы занимаемся играми и мета-играми в различных аспектах. Нашу миссию мы так обозначим, пожалуй, что мы помогаем людям и компаниям находить их собственные источники вдохновения и реализовывать свою уникальность. Вот вчера Вадим закончил свою лекцию фразой, что «жизнь может и должна быть прожита вдохновенно». И наша встреча с ним, видимо, поэтому, так сказать, должна была состояться. Все мы идем разными дорогами и путями, но вот силовые поля, они действительно в итоге формируют такие чудеса. А буквально два слова про чудеса, да, вот. Вот, как мы встретились с Вадимом. Два года, три года назад мы летели с женой из Китая в новогодние праздники. А до этого я прочитал книгу «Само освобождающаяся игра» и искал возможности как-то выйти на этого уникального человека. И буквально это вот в начале декабря я стал об этом думать интенсивно. И вот мы, значит, летим, возвращаемся из Китая и в аэропорту здесь, в Москве, на паспортном контроле, там вот такая змейка, да, вот. Я вдруг вижу, что вот через два колена стоит Вадим. Значит, он тоже летел откуда-то там из Азии. Я же не говорю, смотри, говорю, Вадим, ничего себе. Я думал, как бы с ним это. Ну, мы так перемигнулись, он, конечно, меня тогда еще не знал, вот. И потом в течение года мы начали переписываться, там, что-то обсуждать. Но, как бы, ничего такого серьезного не было. Потом проходит год. И опять в январе я лечу из Таиланда. И опять в аэропорту, опять вот на паспортном контроле я встречаю Вадима, опять же в этой... Оказывается, мы вообще летели в одном самолете. Я говорю, Вадим, ну, все понятно. Вселенная распорядилась. Вот. И это было в прошлом году. Мы начали интенсивно общаться. Я приходил к нему на школу игры. Естественно, смотрел его спектакли. И мы сделали две конференции. Время игры. То есть, тогда уже стало понятно, что то, что происходит в пространстве, то, что происходит в мире, это не... Значит, в головах отдельных людей это серьезный тренд. И вот то, что Вадим говорил вчера про книгу, да, что 10 лет назад мы ему сказали, что, значит, подожди, время придет. И вот оно действительно пришло. И пришло оно в очень разных плоскостях, да, и в бизнесе, и в образовании, и в саморазвитии. Театр, ну, люди, культура и искусство стали по-другому, да, на это все смотреть. Вот часто, наверное, Петр сегодня что-то об этом скажет. Вот. Мы сделали эти две конференции. Там собралось порядка сотни человек, вот, из разных областей. И, значит, сложилось такое понимание, что надо срочно что-то делать. То есть, переводить это в практическую плоскость, да, из, значит, разговоров, обсуждений. Но тогда уже мы начинали, то есть, были первые проблески нашего вот этого мегапроекта в Киви, о котором Вадим вчера говорил тоже. Это фактически, это первая, наверное, такая серьезный пример, как разворачивается мета-игра вот в социальном, даже бизнес-контексте. Термин мета-игры ввел в свое время, ну, точнее, стал активно популяризировать Михаил Кожаринов. Это еще один интересный персонаж, один из ведущих игротехников, таких гуру в стране. Игротехников, мысли школы Щедровицкого, организационно-детельные игры, или... Нет, вот это одна из веток, скажем, да, один из, одно из направлений. Значит, дальше мы стали собирать, скажем так, по крупицам, вот, на рынке в мире, да, этих людей. И сейчас фактически это целое такое интересное сообщество. Очень разные люди. Там есть и психологи, и, опять же, игротехники, и бизнесмены, там, компьютерный специалист, дизайнеры и так далее. А Кожаринов у вас в команде, да? Ну, нельзя сказать, что он у нас в команде. Вот, он в нашем этом сообществе, да. И благодаря именно, вот, ощущению, что мы все делаем, даже не то, что общее дело, мы находимся в каком-то удивительном приключении, и дает возможность людям, там, без особых амбиций, да, как-то формироваться в такие флэш-команды, как-то, да. Сергей Солонин, основатель, крупнейший акционер Киви, в начале этого года, когда мы приступили к практической части мета-игры, у нас с ним был длинный разговор, и он на чистом глазу говорит вот нашей команде, вы понимаете, приблизительно два с половиной года назад физика мира изменилась. И дальше он начинает разворачивать эту мысль, что это не фигура речи, то есть она реально изменилась. На уровне, вот, человеческого общения или бизнеса, это выражается в таких моментах, что закончилась эпоха thinkers, да, думающих. Началась эпоха feelers, чувствующих. Интуиции, люди чаще стали действовать по пути интуиции, да, а не каких-то правил или логических рассуждений, да. Фактор времени меняется. Вы знаете, вот эта экспонсиональная, известная эта история про то, что, значит, все ускоряется, да, все развитие человечества, техники, да, 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 да. И в результате где-то к 2025 году, по идее, как бы это будет, ну вот, уйдет в бесконечность. То есть время схлопывается. Ну и много таких других вещей. И вот на этом фоне, собственно говоря, и возникает такое практическое понимание или востребуемость вот феномена игры. Я скажу сегодня несколько практических вещей, и потом передам слово Петру. То есть я расскажу, что мы делаем и как это работает. И... Можно больше сейчас? Да. Вот тема вот этой конференции, миф, да, и, безусловно, мифология, сторителлинг, игра, это все вещи, ну, из одного поля, да. И вот как раз когда мы говорим о оргдеятельностной игре, да, или там тренинги и так далее, это вещи, которые направлены на достаточно такой вот сфокусированную узкую задачу, да. И, как правило, они... Ну, вы знаете, есть такая, наверное, в педагогике вот история, что надо минимум полтора года для того, чтобы произошла, ну, реальная трансформация. Да, то есть если человек прошел один тренинг, то он может испытать катарсис, но через некоторое время все откатится назад. И когда мы стали рассуждать на эту тему и в контексте бизнеса, и в контексте вот широкой аудитории, мы пришли к пониманию, что нужно создавать вот такую метаигровую среду, в которой люди, как бы зайдя в некие кроличьи норы, да, оказывались бы там достаточно длительное время, хотя бы вот полтора-два года, при том, что в современном мире бешено все, значит, эти информационные потоки, да, вы посмотрели какой-то фильм, который вас потряс, или там прочитали книгу, вы вроде как чувствуете, что вы перешли там, сделай этот квантовый скачок, проходит буквально месяц, и вас уже смесло куда-то, а энергии и вот фокуса внимания на то, чтобы двигаться в этом направлении дальше, 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 нет. То есть у нас такая, скажем, условная картинка, что там все человечество, 50% это те, кто спят и просыпаться не собираются. В общем, в принципе, там у них все хорошо. Значит, 10% они уже как бы движутся и они вот как раз по пути мастера, скажем, идут. А вот оставшиеся 40% хочется им руку протянуть, потому что они чувствуют, что что-то не так, да, но они не готовы еще перейти вот в те 10%, да, и даже просто тренинг, например, для них это что-то такое вот, ну инородное. А что работает сейчас в современном мире? Ну, конечно, интертеймент, интертеймент и технологии. И, по сути, то, что делает Вадим, вот, сорокинеады, а потом люди оттуда идут в школу игры, это вот как раз тот механизм, когда сначала тебе вот так вот вштыривает, а потом появляется энергия двинуть куда-то дальше. А вот куда дальше? И вот как раз для этого, собственно, мы сейчас и создаем вот эту экосистему уникальных проектов, через которые, значит, человек-персонаж, попав единожды, да, дальше там есть некие механизмы, которые его поддерживают, не выскочить, да, но при этом чем больше вот этих вот объектов, знаете, как в пинбол-механизме игра такая, да, вот шарик летает, но он летает всегда по своей траектории, никто его за руку не ведет, никто его не, там, тренирует, там, и так далее, да. И чем больше объектов в этом поле, тем ему интереснее, интерес это очень важно, да, и, как говорит Татьяна Мужицкая, это такой волшебный пендель, да, то есть, периодически такой, но он должен быть обязательно волшебным, обязательно. И сегодня я хочу показать вам два инструмента, которые вот мы сейчас используем, это вот эта карта, это фактически карта мета-игры, мы ее назвали инкантаментум, можно? Инкантаментум, это по-латыни заклинание в виде песни, и я не буду глубоко углубляться, поскольку очень многие вещи здесь вам знакомы, по сути это синхронизация различных систем, там, здесь и Уилбер, и книга перемен, и, значит, древо жизни, да, сферот, здесь и руны, и так далее. И все это синхронизировало. Ну, автор карты я, я являюсь этим автором, и мои коллеги, которые разрабатывали дальше, как бы, детали, да, и когда мы обсуждали это с, вот, возникшую карту с специалистами, которые глубоко именно в психологии, да, и в создании именно драматургии, да, потом драматургии игры, они были удивлены, ну как, не удивлены, они сказали, что, ну да, это безусловно работает, мы в результате сделали такую настольную игру, это мета-игра, в рамках которой формируется драматургия мета-игры, которая уже разворачивается с, вот, с людьми, да, и здесь, каких принципиально два момента, здесь два пути, путь героя, который идет от периферии к центру, да, и это путь взросления, постижения, трансформации, изменений, да, в результате ты приходишь, герой приходит к своему источнику, откуда начинает разворачиваться уже его игра, да, опять же, о чем Вадим говорит, что вы никогда не будете счастливы в играх, создаваемых другими, да, создавайте свои игры, и своя игра начинает разворачиваться вот здесь, здесь всего представлено 64 кадона, как в ДНК, да, и каждый кадон, это фактически архетип, такой квантовый переход из одного состояния в другой, есть пути, восемь путей основных, это, ну, скажем так, четыре сегмента, это внешне-индивидуальное полуэлбер, да, это делание, значит, внешне-коллективное, это социум, внутренне-коллективное, это культура, и внутренне-индивидуальное, это, ну, сознание, да, вот через каждый сегмент проходит герой по различным путям, путь делания, там, путь славы, любви и так далее, не буду сейчас раскрывать, вот, и мы при проектировании вот мета-игры, которая сейчас разворачивалась, там, шли в Киеве, мы используем эту историю, здесь очень важно, что, еще раз говорю, про волшебство, вот сегодня у нас, вот, предыдущая, да, была история про мифологический театр, вот здесь как раз эти мифы на каждом шагу, то есть, вскрываются, вот, и второй, скажем, даже нельзя сказать, что это инструмент, это уникальное явление, можно, Олег, следующее, а сейчас будет, наверное, кино, только я сейчас скажу несколько слов, значит, карта Тамболи, вот она здесь лежит, это, ну, скажем так, так, есть такой класс рефлексивных игр, да, в том числе настольных, и тут кое-кто есть, кто играл в Тамболи, знаю, воочию, сейчас в нее играет уже где-то в 35 городах в России, два с половиной года назад, опять возникает некая мистическая история, на моем пути я встречаю Юги Яшу, или Джеймс Теллар Маршалл, это американец, ему 72 года, он физик, специалист по организационному развитию, пилигрим и буддийский монах. В буддизме, вы знаете, можно многократно входить и выходить из монашества, и вот всю свою жизнь он путешествовал, периодически становился монахом, потом возвращался в западную цивилизацию, и это дало ему возможность в середине 70-х годов, взяв мандалы школы Нингма, обнаружить очень ценную информацию для современного западного человека, но из-за наслоения, да, веков она трудно, читаемо, трудно применимо, и он решил ее перевести на современный язык и представить в виде игры. Так возникла там боль, и это абсолютно феноменальный инструмент, то есть люди мистически настроены, сразу понимают, что там происходит, люди там научно организованные, значит, пытаются докапываться, мы там объясняем про квантовый уровень, дед, дед, но это, то есть человек заходит в карту с вопросом, и дальше происходят чудеса. Можно вот сейчас короткий ролик? Так, нет, ролик. Не включай. Последнее упоминание карты случилось давно, две с половиной тысячи лет назад, но память о карте бережно хранялась мистикой. Они зашифровали ее в священных символах своего учения, в тибетских мандовых, в практиках учения Махальяна. Так продолжалось до тех пор, пока в 1970 году в монастыре Бадмалины в штате Калифорния одному никому неизвестному монаху-ученому, очарованному красотой древних традиций, не удалось снова прикоснуться к Талифорнию. Он стал искать маршрут одного из самых великих путешествий, которые только могут совершить люди. Он нашел дорогу туда, где находятся ответы. Это место хранит память обо всем. Это источник решений, имя которому там более. Я сейчас не буду рассказывать о том, как игра играется, из чего состоит, и кому будет интересно, можно будет потом подойти к самой карте, и я несколько всего скажу об этом. Но она удивительным образом работает как просто среди людей на бизнес-уровне, на уровне образования и так далее. Это вот просто один из инструментов волшебных, игровых. И то, что делает Вадим, то, что делает Петр, это создание той вселенной, о которой, наверное, и можно будет сказать, что мир будущего будет построен как игра. Сейчас это уже происходит. И я передаю слово Петру, который сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. И появилось слово. И появилось слово. Это ты мне передал. Хорошо. Ларин. Да, тоже здравствуйте. Такой бы, челегачку небольшой измин. Я постараюсь как-то из предложенной Сережей темы, контекста, тоже развернуть некий взгляд на игру. Давайте, наверное, построим так. Поскольку Серега отрезал мне большой кусок этого времени, то мне грех не поделиться с вами. Поэтому я использую его малую часть, а потом мы перейдем в интерактив, чтобы вы задавали какие-то уточняющие вопросы. Не надо сейчас рисовать. Ну, ничего не надо рисовать. Давайте сразу в голове рисовать. Каждый свое там. Я могу потом... Я обычно там... Я ставил флипчар, заготавливаю кучу фломастеров. Я в начале лекции рисую точку в центре. И она так и висит. Я не дорисовываю. Вот. Значит, ну, чтобы ввести немножко в контекст, Сережа меня так мистически представил, как такого мета-колобка. Вот. Вот. Многосторонняя вселенская личность. Вот. Вот. Я режиссер. У Питера я ученик Полунина. Потом я работал с Германом. Вот. Потом переехал в Москву и был в школе драматического искусства Васильева у Юхананова Бориса. Вот. А потом пошел дальше докапываться до того, что такое игра, как образ, как инструмент, где границы игры, и где границы того пространства, в котором происходит игра. Вот. Поскольку театр, как место, меня не удовлетворял полностью, потому что это очень ограниченное пространство. Игра располагается далеко за его границами, за границами сцены. А то, что меня всегда интересовало, это игра. Игра, как принцип видения реальности, ее взаимоотношения между собой, причинно-следственных связей, возникновение импульса, разворачивание импульса, что такое закон по отношению к игре, где он, что такое взаимоотношение текста, как роковой структуры, которую мы начинаем разыгрывать, и речи, как то, что рефлексивно и свободно, может, образовывая за собой текст, идти в неизвестное. То есть, делая неизвестное, переводя в известное. Мгновенно. Ну, то, что ты говорил по поводу мышления, или выдумывания, или просто некоего процесса осознания чего-либо, то игра и состояние речи, это то, что позволяет не формулировать внутри себя некую конструкцию, а потом ее выдавать, а размышлять сразу говоря. Ну, и в принципе, это и есть нахождение в потоке настоящего. Потом меня заинтересовал такое понятие, как теория целостного действия, которым я и начал заниматься уже до конца. Ну, то есть, есть такое бесконечное дискретное деление на человека работающего, человека любящего, человека играющего, человека, человека такого, 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 такого. Мне кажется, это большая иллюзия, есть целостное существо, и есть страх принятия безграничного пространства в себе. Ну, то есть, бизнесмен, например, который говорит, что «Ну, я не художник, вы там как-то себе решите, ну вот, он врет, сука». Художник, который говорит «Ну, я художник, я не хочу ничего решать, я не знаю, сколько это стоит». Врет, подлец. То есть, он просто боится принять ответственность за целостное действие. В рамках архитектурных, девелоперских проектов находятся мои дети, они воспитываются в эстетике мира, которая создана ими, и это художественная ответственность за этику мира, за эстетику мира, которую выстраивает бизнес. Художник формирует, он взламывает границы, формирует новый язык, новое миропонимание, мировидение, формирует культуру, в рамках которой делается бизнес, как одна из частей этого мира. И без культуры не существует бизнеса. Вот. Ну, а дальше есть вся связанность всех этих историй. Мы, понятно, что задыривали... Ну, я создал лабораторию, которая существует несколько, какое-то количество лет, не помню, сколько, 9, ну, типа, вот. Мы вновь куда задыривали, в экспедиции в Индию, Японию, Китай, Европу. Занимались раннехристианскими мистериями, вообще мистериальной культурой, ритуальной культурой, тексты о... древнейшей об искусстве. Вот. Собирали по всему миру некие описания того, что такое играешь, что такое война. Это две точки, которые нас интересовали. Война в смысле стратегии и принципа действия в проявленном мире. То есть, не противопоставление. Потому что игра всегда основана на конфликте, который разыгрывается, как конфликт. Потому что есть дуальное пространство, вверх-вниз, мальчики-девочки и так далее. Это псевдо-конфликт, который позволяет воспроизводить энергию. Не более того. Эти два типа текстов нас интересовали для того, чтобы дойти до какой-то истории. Потом, когда мы накопали уже какое-то количество артефактов, пониманий, видений и так далее, мы вошли в бизнес, стали входить в разные крупные компании, над компаниями, формировать такие лаборатории, в которых перерабатывали все, что касается всех основных инструментариев там внутри. Вот. Ну, например, там, если мы касаемся самых разных понятий для бизнеса, ну, например, там, выделение понятия эффективности. Вот что такое эффективность для бизнеса? Это не в смысле увеличения, там, валового дохода. Вообще, никакого отношения к доходу не имеет. Или, например, что такое мотивация? Ну, к примеру, мы там ездили по Миру и изучали разные сакральные архитектурные произведения и места, где базируется армия или там монашество и обнаружили, что главной мотивационной структурой для них, главной мотивацией является ритм. Поэтому ритм года, ритм месяца, ритм недели, ритм дня это то, к чему они относятся максимально кропотливо, да, внимательно. То есть, если ритм, в котором находится компания полностью соотно, как бы, как сказать, ну, совпадает с ритмом человека, который туда пришел, то он его, а компания соответственно его. Вот. Если ритм не совпадает, человек просто самоудаляется. Ну, то есть, ритм это то, что позволяет нам, когда ты включаешь какую-то музыку, которая совпадает с тобой, даже если ты уставший, у тебя все равно мышцы дергаются и ты пританцовываешь, и это в тебе возвращает обратную энергию. Вот. Дальше мы взяли некие такие три основные базовые доминанты. Это стих, музыка и танец. Не в литературном контексте, ну, наверное, если сказать так о контексте, так. Ну, были такие древние афении, у них, они делили сознание человека на три части мышления, разум и стих. Мышление некий инструмент, который позволяет действовать без размышления, то есть, какого-то опускается. Мышление действует на основаниях моделей, которые разрабатываются в разуме. А разум действует на основании образов, которые рождаются в стихе. А стих — это высшая форма сознания. Ну, действительно, давай имена и властвуй. То есть, если вы входите в ситуацию, в которой вы знаете Ивана Петровича, Ивана Никифоровича, знаете все их паспортные данные, вес тела, цвет волос, знаете, предмет разговора между ними, это для вас ничего не говорит. Но если вы входите и видите, что это модель удав и кролик, вот, которая разыгрывается сейчас, вы можете управлять этой ситуацией. То есть, имя модели, имя того, что происходит сейчас, то, что происходит со мной, это и есть стих. То есть, поэзия, которая помогает вычленять не модальный, не переменный образ происходящего, точно называть это. Дальше, танец, это то, то действие, в рамках которого происходит трансформация. Ну, мне кажется, что есть два состояния, да, трансляция и трансформация. Трансляция, это горизонтальное движение, трансляция, трансформация, простите, это вертикальное движение. Это вертикальное движение, в рамках которого происходит изменение, оно никак не отражено в горизонтали, то есть у него нет там, вы переходили дорогу, чуть не попали под машину, у вас произошло некое изменение, и все, что происходило до этого, будет бесконечно до момента изменения или бесконечно после него, а сам момент не будет отражен в горизонтальной системе координат. Вот, и танец, это некое, вот это акт трансформации, то есть переход из одного в другой, там выражения переговора не вытанцовываются, самое точное, то есть вот вытанцовывание, дотанцовывание чего-то, например, там все виды танцев, там неважно, это фламенко, танго, там все что угодно, это просто фиксация одной из форм трансформационных, которая была когда-то успешна, была зафиксирована и превращена в ритуальное пространство, то есть в ритуальный повтор успешного действия по отношению к материи игры. Вот, ну и третья часть, это музыка, дело в том, что любое трансформационное действие можно совершить только на подготовленной, необходимой для него территории. Ну то есть что-то вы можете сказать только благодаря раскрученной энергии, докрученной до определенного психического состояния, и там вы можете сказать это, да? Или наоборот, достигнув определенной тишины, определенного качества этой тишины, и тогда оно может быть сказано. То есть музыка, с одной стороны, позволяет точно выбрать тональность происходящего, в которой это может быть произведено действие, а во-вторых, музыка, она находится в спайке с ритмом, то есть с костяком, с структурой действия, то есть та логика, в которой это происходит. Вот, вот эти три части, ну а дальше мы в общем изучали всякие разные с этой стороны ритуалы. Меня очень интересуют ритуалы, как, ну если убрать из них все махо-махо, а сейчас мы плюнем, тут как бы мы дунем, сейчас оно произойдет, вот оставить его как механическое действие сознанием, просто элементов, которые участвуют в нем. Ну я расцениваю ритуальным любое действие, неважно это здравствуйте, это до свидания, это там кофе сварить с утра, чтобы тонизировать себя, или отбросить кофе как искусственную историю, и тонизировать себя при помощи определенного типа действия по органике, по мозгам, ну неважно. Все это четкие формулированные действия. Да вот. Вот. Что же касается игры, теперь когда мы подошли к этой теме, конечно, ну 10 лет назад об этом было очень тяжело говорить, совсем тяжело, потому что бизнес крутил на виска, я говорил, что слушайте, это где вы со своими поигрушками, а где мы со своей суровой реальностью. Вот. И когда бизнес говорил, ну старик, скажи, в чем повышение эффективности, соответственно был ответ о том, что вы понимаете под эффективностью. И дальше мы входили в разные структуры. Например, там мы входили в систему безопасности крупных компаний, и я просто играю, показывал им дыры. Информационная безопасность, в силовой безопасности, в контроле территории, ну во всем. Потому что есть представление человека о безопасности, и оно иллюзия. А есть реальная безопасность, и это совершенно другая тема. То есть то, что человек думает, что вот сейчас у него два таких больших дядьки, два сантиметра, все потолки во всех бизнес-центрах, и что это за модуляция, что такое менеджмент, который хочется отправить в креацию, вот. Но креация невозможна в 52 на 52. Вот. Ну то есть, а где наоборот игра в 52 на 52, которая позволяет разворачиваться потоковому сознанию в любом пространстве. где, например, территория, когда мы высвобождаем некую творящую волю, и в этот момент, где мы можем осознавать этику. То есть можем ли мы в момент провокации творящей воли контролировать или осознавать этику. То есть или это неэтичное существо, которому вообще все равно. У него нет вообще никаких там базовых этических принципов. Вот. Дальше мы коснулись развития агломерации территорий. Вот сейчас я в Москве бываю очень редко, вот, и это тоже все волшебным образом сейчас происходит. Вот только неделю назад мы бурно, бурно обсуждали Володю. Я говорил, что вот, вот этот человек, значит, вот мы что-то по поводу, вот говорили, все вот прямо очень вкусно. И вдруг Сергей говорит, поехали, тут в общем раз и вот и раз. Вот. Так все сейчас не происходит. Ну да. Мы переехали на Байкал с лабораторией, сейчас там строим дом игры, некое пространство исследовательского театра и одновременно запускаем самые разные социокультурные проекты. Ну вот недавно мы делали там и в этом марте там табун ветров. Мы сделали 384 лошади из льда полноразмерных, несущихся по Байкалу. Это очень простой образ. А потом собрали неких сумасшедших, каждый из которых купил себе лошадь, вот такие за хорошие деньги. Это был очень важный акт. И получил такой кулон, сделанный с территории писанец, серебряную и небесную лошадь с длинными ногами. Мы говорили о том, что вот сейчас запускается небесная конница, потому что много лошадей и потому что запущен 12-летний цикл. И вот это просто акт. И кто из сумасшедших кому надо, вот пожалуйста. И люди приезжали из Франции, из Норвегии, Польши, собственники лошадей. Мы в равноденстве отправляли их к коням, на Байкал. Они, в общем, нашептывали им все, что могли, вязали ленты, отправляли их стаивать. Дальше они растаивали, превращались в ничто. А параллельно с этим мы приводили туда интеллектуальный туризм. Мы сделали это в месте, в котором был ноль логистики, ноль всего вообще. Это было три месяца работы с каждым человеком в каждой деревенской избе. Потом с родом, с администрацией, с бизнесом, со всеми министерствами. То есть для нас было важно все-все-все части взять и начать их закручивать. Был такой адский труд. Мы дальше продолжаем, и сейчас, об этом еще пока не знает Владимир Майков, но я ему сообщу чуть позже. В марте мы делаем конференцию «Креативные технологии» на Байкале, где мы собираем все слои. Как холодно же еще? Нет, это километры чистейшего льда. Вы знаете, что на Байкале 360 дней в году солнце. Это особенность просто Байкала. И это как раз в то время, когда лед уже встал, ветров больше нет, вы ходите в трусах по льду и солнце. Это просто невероятно. И там уже мы хотим, наконец, построить, постараться, чтобы... Это очень сложно все. Дом игры, то есть некое пространство, где можно будет до конца идти в разных состояниях. Потому что очень много и очень часто хочется дойти до того или иного предела. Неважно, это звук, это телесность, это еще что-то. И внутри социального пространства это невозможно сделать. Потому что ты все время будешь нарушать границы рядом находящихся, порождать у них мифы и так далее. Я вот так в метро еду, вагонами выходят или благословения просят. Ну, я благословляю, нормально все. В основном такие пьяные мужики. Они подходят, говорят, батюшка, я вообще, в общем, благослови. Я говорю, все нормально, старик. Благословляю, теперь все будет охрененно. А что, охрененно? Это что? Я говорю, это тайный язык Господа нашего. Иди. А хочется построить пространство на земле, где можно обращаться с водой, огнем, пространством, стихиями. Потому что они очень чутки. Любое действие, которое ты делаешь, я всегда определяю только по детям, пространству и животным. То есть, по их реакции я могу определить, что людям я не доверяю. Ну, в смысле, я доверяю, но это, ну, очень много слоев, интеллекта, того-сего, очень поздняя реакция и так далее. Вот. Ну, в общем-то, вот, в целом, что ты рассказал. И мне кажется, что сейчас, я говорю, мне кажется, потому что то, что я говорю абсолютно субъективно, мне кажется, что сейчас реально пространство просто тошнит народам, которые ищут игрового входа. Играют компании, кругом какие-то реконструкторы, бегают хоббитами и черти в ступе. Все играют во все виды игр, компьютерных там и так далее. Я ехал тут на днях в маршрутке, в Королев, и зашел такой парень, с ним в автобус, значит, едет. Вдруг они с водителем начинают разговаривать про танки. Он говорит, да не, у этого броня вообще никакая-то. Ладно, никакая. Да я, ну, знаешь, тут как бы на завтрак, а таких-то и таких-то ел. Они причисляют, и я понимаю, что они проигруют танки, и вдруг из маршрутки начинают подключаться. Народ говорит, да ладно, старик, ты из какой роты? Я вдруг понимаю, что вот эти слои реальности, они одновременно здесь присутствуют, и это нормально. То есть у них в сознании умещается, и это реальность, и это, и все это вместе. А они еще кем-то работают, ну, просто потрясающе. Вот, но сейчас все это как такой взрыв хаоса. То есть тема, тренд есть, она взорвана, а сейчас вот мастерам, мне кажется, сейчас то время, когда мастера надо собираться вот вместе и договариваться о внутренней систематике. Потому что запрос очень большой, все идут почти одинаковыми путями, это понятно, потому что система одинаковая, она не то, что вот у меня вот так, а вот у них вот так. Слова только разные, а мироустройство одно. Вот, сейчас мы начали игру Киеве, мы запустили проект с Вадимом, с Сергеем. Мы посмотрим, чем это закончится, ну вот, вход в игру, вот, это очень интересно. По сути, это формат игр «Альтернативная реальность», о которой, кстати, надо отдельно сказать. Если, может быть, кто слышал, видел выступление, есть такая Джейм МакГоннигл, Институт будущего в Калифорнии. Она на ТЭДе выступала, даже не один раз, очень интересно рассказывает. То есть там игра «Альтернативная реальность», в которой участвуют десятки, сотни тысяч человек в разных странах, ООН заказывает проведение этих игр и так далее. Там, конечно, все очень технологично. Игра начались 10 лет назад, да, с первой, когда вышел фильм «Атифишнл интеллиженс», да, а потом еще сериал «Лос». Просто вот, как бы, в контексте этих фильмов, так сказать, прошли первые игры, можно на Википедии почитать тоже. То есть там у них, как бы, основной лозунг, что «This is not a game», да, то есть это не игра. То есть люди не воспринимают это как игру. И некоторое время назад вышла книга потрясающая Джеймса Карса «Конечные и бесконечные игры» или «Безграничные». То есть то, что мы вот сейчас здесь делаем, в том числе и в Киеве, да, и другие эксперименты, это как раз те самые безграничные игры, когда люди, с одной стороны, в какой-то момент они понимают, что это игра, а в какой-то, ну, то есть это не играет, все по-настоящему. Нет, нет, в принципе, вот сейчас, вот сейчас, ну, вот сейчас мы находимся в игровом пространстве. Вопрос в том, что мы можем в него, есть условность стен, института психологии, психоанализа, есть условность всех нас присутствующих, есть условность времени, конференции и всего остального. Абсолютная условность. То есть мы можем выйти из этого пространства и сейчас создать игру. Абсолютно. Ну, если как Вадим говорит, так вообще, так сказать, вся Вселенная – это игровое пространство, да? Да. Вот, ну, сейчас, сейчас. Сейчас. Ну, вот, когда я даю, я, наверное, закончу, перейдем к вопросу любым вообще. Хотите сэкономить, хотите с вашими другими другими. Я, когда, мне кажется, что любые практикумы игры бессмысленны, потому что для того, чтобы научить человека играть, необходимо привести его к состоянию, в котором, в то место, в котором он не играет. Центр пластинки не крутится. Только оттуда, где, ну, то есть я могу, здесь я стою, тогда отсюда я могу совершить некое действие. То есть там, где я не играю, только из этого состояния я могу играть в любую сторону. Как в восточных единоборствах, там, да, или там просто в восточных практиках. Если вы находитесь все время в точке не действия ни в какую сторону, вы из него можете совершить действие в любую сторону. Нет идеологии, нет эстетики. Это все формальности, формальные формы, возникающие вследствие игры. А сама игра возникает из точки не игры в человеке. То есть там, где есть вот это предельное настоящее в нем. Ну, как и по поводу прошлого и будущего. Ну, вот есть воздействие на человека двух векторов. Они его сжимают в точку в игре. Есть последствия прошлого и последствия будущего. Вот последствия прошлого – это опыт и память. Последствия будущего – это интуиция. Ну, то есть цветок знает, каким он должен стать в финале. Не форма, а содержание, да, каким он должен стать. И он пробивает все из-за, потому что на него действуют последствия будущего. Вот человек прорывается к этой истории, к кому-то, к себе такому, какого он знает, что он должен стать. Знает там, очень глубоко, в интуиции. Это последствия будущего. Последствия будущего изменяет прошлое. Ну, как известное высказание, что история – это наука о том, как все должно было бы быть. То есть, исходя из некоего будущего, я трансформирую или перевожу свою память о прошлом в некий другой контекст для того, чтобы сформировать будущее. И наоборот. То есть эти два вектора сжимают меня в бесконечную точку настоящего. И вот это настоящее, оно когда эти два вектора сжимаются – это двухмерная система. Они взрываются в следующей системе. То есть из двухмерной системы становится трехмерной, четырехмерной и так далее. До многомерности, ну там 12 многомерностей я могу понять, дальше пока я как бы это… На каждой территории происходит следующее. То есть такие же сжатия в центр и опять разворот в следующем, в умножении. Но каждый раз нет ничего линеарного. То есть все сжимается в центр, потому что именно в центре находится иглодействие. То есть то состояние в человеке, в котором он… его нет. Он не играет. Он ноль. Ну, абсолют. Пустота, полнота, все равно как называется. И мне кажется, что чем больше дается самых разных инструментариев, прогоняется через вот все-все-все-все-все-все-все, до того, когда человек получил вот эту иглу, оно только множит в нем, как бы, как это, технический хаос. То есть у него огромное количество инструментов, а он еще не знает, что он вообще делать-то хочет. Как бы куда вообще, откуда. Ну вот, поэтому, мне так кажется, что вот это настоящее, нет ничего, что ты изобрел два года назад. Я изобрел два года назад. Вот прямо сейчас мы изобретаем это хренов колесо сансары. Вкладываю туда все системы. Если мы сейчас возьмем учебник начальной математики, он тоже туда влезет. Вот. И так далее. И одновременно это и все, и ничего. Просто есть нечто, что может сейчас начаться с одним-двумя-десятью, со всеми. То, о чем ты рассказывал позавчера, по поводу изменения физики мира, когда... Да. Что правила, да, там, имеются. Если я рассказывал позавчера... Нет, на мои вопросы отвечу. Потому что я не могу рассказать то, что я рассказывал позавчера. Да, ну, прекрасный образ. А вы для чего пришли? Не дай что-то и послушать, что мы говорили вчера. Да? Нет. Он уже слушает. Нет. Ну, пожалуйста. Про ингредиенты расскажи. Про... Ну, что я могу рассказать? Ты хорошо? Сережа просто задал вопрос, что вот умный дядька сказал такое, что физика мира изменилась. Видал ты? Ну, я как односельчанин не мог на это не отреагировать. Естественно, я в ответ начал размышлять вслух о том, что такое физика мира и как она изменилась. И мы говорили о том, что... Ну, я привел пример. Когда берется древний текст, для того, чтобы работать с древним текстом, нужно знать ключи. Ну, то есть, нужно понимать имена, значение имен, с которыми происходит этот сюжет. Места и их... И аллегории, которые заложены в эту. Ну, то есть, что такое поле, что такое лес, что такое дом, что такое там окно и так далее. То есть, все аллегории, которые происходят, что значение имен всех героев, та матрица, которая разыгрывается, ну, и так далее. Тогда, потому что любой древний текст, он не имеет задачи повествовать, то есть, рассказать какую-то историю. Никому не нужна никакая история. Это есть некий синхронизированный учебник, по которому можно двигаться. А все слои, они, как сказать, ориентированы на отшлаковывание незнающих. Ну, то есть, есть некий сленговый барьер даже у дворников в соседнем дворе. Сленговый барьер для того, чтобы понятие «чужой свой», для того, чтобы в чужой не вошел. Была возможность защиты группы. Ну, вот. И когда ты делаешь, ну, там есть семь слоев анализа текста для игры, для действия, для провокации и так далее. Ну, вот. То есть, там, информационный слой, там, и идейный слой, идеологический, там, конструктивный, там, доментальный, как бы, октантная модель, которая используется, и дальше, дальше, дальше. А потом этот текст переводится в действие, в игровое пространство. И, поскольку все причинно-следственные связи, они не линеарны, а они взаимозависимы, ну, то есть, там, часть окружающихся элементов. То есть, это произошло потому, что вот этому, ну, то есть, до, нужно было, чтобы это произошло, и оно стремилось к этому. Поэтому это воздействовало на это, ну, это кольцевая структура. Между этим, там, ну, то есть, она выглядит в виде такого векторной, векторной модели, в которой уже все не линеарно, да, а оно все взаимозависимо, но такое космогоние. И, когда ты начинаешь игру, это основа мистерии, в нелинеарной логике, то у тебя пространственно-временные, такие, континуумы, они очень сильно искажаются и меняются. Можешь увеличивать скорость, там, времени, можешь уменьшать ее, внутреннее насыщение, объем пространства, которое ты в этот момент занимаешь. Это все трансформируемые, изменяемые вещи. Вот. И, поскольку сейчас материя, она находится в таком уже вибрирующем состоянии, для меня, по моему принципу, ну, как мы говорили, что там неизвестно что, неизвестно что и для какой цели выглядит в виде этого стола. Мы можем видеть только стол, а что там, вот, и для чего оно выглядит в виде этого стола, мы не знаем. Так вот, само понятие, там, стол, предмет, материя, ну, действие с этой материи, оно очень сильно сейчас для меня трансформировалось, изменилось. Например, из любой артефакт, это только слепок, ну, как след, бывший когда-то в этом месте энергии. Сейчас в этом месте энергии нет. То есть, она была, и она временно была выражена в виде, там, вот этого, там, вырезанного из дерева, не знаю, там, духа. Но энергия уже ушла дальше, то есть, но, это только ее след, фиксация. И сейчас большинство артефактов свои качества изменили, изменили самые разные качества. Там, известно, что в ритуалах, например, используется, поскольку очень много ингредиентов, то ингредиенты сейчас использовать нельзя, потому что они не работают. Ну, то есть, трава росла, вот, там, правее, теперь она растет левее, другое солнце, то есть, даже просто, вот, обычная физика, там, да, ну, другое солнце, другой контекст, у нее уже другое содержание, и математическую формулу сложнейшего ритуала собрать нельзя, эти ингредиенты не работают. И любой знающий человек говорит о том, что вот у тебя есть интуиция, вот, двигайся. Ну, вот. Можешь хоть, там, листочек А4 порвать три раза, тут поплевать. Главное, что ты правильно это делаешь, для себя правильно. И все, все остальные, в общем, мрут, как мухи в зависти. Вот. Ну, вот. Что мы, что мы, я, в общем, рассказал, задавайте вопросы или уточнение, или все, что хотите. Да. Ну, всегда интересно, а кто же стоит за тем самым властелителем игры, да, властителем игры, то есть, и его, скажем так, намерение по отношению к игре, то есть, что он, каких целей он хотел, ну, как бы, вот этой игрой хотел бы достичь для себя. И есть ли вообще этот властелин игры? В моем понимании, его нет и не может быть, потому что понятие режиссерский театр, то есть, театр, у которого есть автор, демиург, это очень позднее западное понятие. В любом корневом театре не существует такого понятия, как автор или режиссер. Есть понятие неизвестный соавтор игры, с которым нужно быть внимательным, потому что да, то, что я вкладываю, есть то, что вы вкладываете в игру, а есть еще нечто, что нас ведет по этой игре. Есть такое понятие, как тема. Я не из психологического театра, а из игрового, а это некий другой взгляд. То есть, это театр идей, а не театр людей. Поэтому игра это системное действие. У игрока мозг это компьютер. То есть, сейчас мы шутим, расслабляем, ага, здесь сейчас, да, окей, есть такая система координат, укладываем, теперь эту идею заложили, подняли, вместе опускаемся в нее, дошли до точки, ну и так далее. То есть, это системное, очень четкое действие. Так вот. Она возникает все время в процессе игры? Безусловно. Но кто-то все-таки ведет, получается, вот вы сейчас сказали сами, оно опускается, мы здесь синхронизируем, все остальное прочее. Значит, кто-то есть ведущий. Нет, нет, есть смотрящий и играющий, и это двое воздействующих полностью на игру. Вот эта концепция смотрящий и играющий, вот вчера, да, Вадим разворачивал три там, роль актера и зрителя, смотрящий и играющий, это то, что везде происходит. Это не только в театре, в жизни, везде, 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 это не важно, где. Во вселенной, да. И по сути, вот эта творческая энергия, этот актер, он и играет. Но обязательно должен быть смотрящий. Ну, фактически, ну, простой пример же, да, любой музыкант в Индии, реальный музыкант, он выходит, и у вас нет гарантии, что он будет играть. То есть, он выходит, смотрит на зал и говорит, к сожалению, я не могу здесь играть. Все. Ну, то есть, если нет, ответная часть, смотрящий, также влияет на происходящее, как и игрок. И игрок не может ничего сделать. Это две, две полностью идентичные части. И тем более, что у них, если брать через образ игры, то оба, и смотрящие, и играющие, их задача дойти до пхавы. Ну, или до катарсиса. Ну, что такое пхава или катарсис? То есть, в начале игры все элементы театра разделяются на дуальности, для того, чтобы породить конфликт и разыграть конфликт. Ну, вот, два шахматиста есть там. А и Б шахматист. Там, шахматист А делает ход. Что делает шахматист Б? Наблюдает за тем, какой ход сделал шахматист А, и, исходя из его хода, делает ход Б. Шахматист А наблюдает за тем, как шахматист Б отреагировал на его ход, сделанный в такой-то логике, понимает, в какой логике он будет противостоять его логике, и делает шах, исходя из двойной логики. Понятно, да? Ну, так вот, к финалу, к пхаве, больше нет ни А, ни Б, они празднуют единое, потому что они бесконечно переходили друг к другу и стали друг другом. То есть они стали единым. Вот бхава или катарсис, это секундное, мгновенное состояние, когда больше нет театра, играющего, смотрящего, больше нет никого, есть полностью космос, то есть переживание себя в единстве вообще всего. Да, вне двойственности пространства. Единство терапевта и клиента. Как вот, давайте сейчас, у меня клюка короткая. Вот. Для единства, чисто, вот, и здесь не может быть никого. То есть знаток закона, ну, к примеру, да, которым является, не знаю, Брамин или там, юрист, это не важно, он знаток закона. Но это опыт, но он не знает того, как произойдет сейчас, и никто не может этого знать. Ну, я всегда привожу в игре такой пример. Представляете себе, садятся за столик мужчина и женщина, и у них первая стадия влюбленности. Каждый из них кожей, нутром, всем знает, что сейчас можно сделать, что нет, что позволительно, что нет. Этого никогда не было. Вот прямо сейчас он точно знает, что можно, а что нет. Вот это закон настоящего момента времени. И его никто не диктует. Между ними, ну, как, вот в теннисе, да, есть шарик. Он между. Вот. Поэтому никаких демиургов нету. Нет, ну, если они есть, в смысле, как игровая реальность, Джамалун, Мумаир. Не, ну, популярно же у нас мнение, что там за всем, кто застает. Я знаю еврейский заговор. Я всех евреев опросил, нету. Ну, они скрывают, естественно, я знаю. Архитектор вселенной, главный игрок. Так, да. А можешь еще пояснить, вы сказали, что знаете 12 пространств, если они могут быть описаны словами, поясните, пожалуйста, какие. Сейчас я этого делать не буду. Потому что для того, ну, я объясню почему. Вот, Серегу показал схему. Вот здесь они есть, эти все 12. Да. Вот Серега показал схему, и это как Достоевский. Вы знаете, у каждого автора есть своя структура письма. Например, Чехов пишет там 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. У него все время идут повторы. Вот там. Достоевский пишет там 10. То есть у него сцена начинается с того, что открываются двери. Говорит, я не знаю, что ты меня убила. 10. И потом, как так, что там, забирается, забирается, забирается. 9 и 10, это в следующей сцене. Она опять начинается с 10. И каждый автор пишет, вот это, Серега, это в стиле 10. А сейчас я вам покажу 10. Схему. Там все. Ну вот, то есть если бы сказать, как бы, вы знаете, есть много разных вообще чудес. Ну вот, например, хоп, пуп, клево. Ну а там вообще далеко еще много всего есть. Он сразу приходит, такой хренлак, 10. О-о-о-о. Думаешь, ну не, это очень большая гора, как бы, дойдем, как бы идти очень долго. Ну блин, вообще чудесно, волшебно, ну блин. 12 измерений, чтобы нам не находиться, я не буду этого сейчас говорить, потому что мы будем находиться в умозрительном. Это нужно в практике. Вот мы начинаем играть, и вы слышите, вот первый слой. Поехали дальше. Теперь мы узнаем этот слой и удерживаем его. Мы начинаем второй слой. Вот. И смотрим, где это отражено. Это практическая очень вещь. Игра — это практика. То есть если человек, который участвует в игре, может эти 12 измерений на себе... Да, конечно, конечно. Это игра, это очень простой образ. Мне очень нравится. Когда-то я пытался его сформулировать, вот оно сформулировалось у меня так. Вот есть океан, есть его бесконечность, опасность моряка, который реально находится на пределе плывущей в открытом океане. Есть аквалангисты, там подводные лодки, которые опускаются, и даже они не могут дойти до предела, и так далее. А есть играющие дети и домохозяйки на берегу, в надувных кругах, пастопузы или пивники. Как я... Ну вот. И те, и те общаются с океаном. Океан — это стихия. Она бесконечна. И ваш выбор, докуда вы пойдете в взаимодействии с ним. То есть как вы будете взаимодействовать с этим океаном. Поэтому для вас может быть игра сугубо практические, применяться, например, для жесткой техники ведения переговоров. Да, можно будет поломать кого угодно. Все хорошо. Потому что это совсем простая игра. Но если это все, то это все. А может быть вам нужно построить мир, вселенную. Вот сейчас, например, там разговаривали с РВК. Ну, русская ведущая компания, давно у них там эксперт, ведущий. Вот. Я говорю, а что вам, какие специалисты вам сейчас вот прям вот так нужны? Он говорит, слушай, нам нужны инженеры космосов. Я говорю, что это значит? Он говорит, сейчас нет специалистов, которые могут построить от продукта космос этого продукта с уникальными правилами обращения с ним. Вот то есть ДНК выделить идеи и в этом ДНК построить всю, инженерить всю систему. Чтобы компания была космосом, ну, миром. А продукт это всего лишь одно из окон взгляда на то, что находится в центре компании. Потому что все берут некие известные там, ну, то есть давайте вот приблизительно нам походит схема выпуска жевательных резинок. Да, но мы же выпускаем презервативы. Ну, какая разница? Ну, приблизительно лица подходит? Ну, подходит. Ну, возьмем тогда такую схему управления. Ну, то есть все понадыркали оттуда, оттуда приблизительно вот такие разные схематики и они вместе такие, ну, не работают. А инженера космоса, то есть когда есть уникальный продукт, уникальная среда продукта, уникальный принцип управления продуктом, ну, и все остальное, вот достанный из идеи вот этого нет это запрос запрос рвк респект и уважуха то есть но это уже хороший уровень хотя бы самоосознание проблемной зоны а сзади вас был первые вопрос я успел заметить я согласен что он был из-под спины раньше в истории как бы преобладала общество христианском бабами патриархат потом матриархат а сейчас у вас тоже такое ощущение что все играют играют дети и как бы вот в песочнице где они играют идет эта сила которая сметет чуть-чуть песочницу почему ну как бы представьте такую вселенскую песочницу и это сила человек назвал что это мусульмане которые обладают они обладают аллахом да обладают аллахом и они как бы не знают правила которые донесли как бы без изменения а кто это абраамам донес но я не знаю кто донес но они же дети абраама все что христиане что ислам шатер абраама все тут поблизко откуда это эти дети джайнизма знают что-нибудь о религии о системе действенного мира к шатриев например но буддизм ислам это все это все поздние истории более древние то есть тогда когда человечество перешло к сдерживанию очень определенных аспектов но это было необходимо так и что в чем ваш вопрос что будем делать со славой христианский мир заигрался как бы а мусульмане мусульмане не заигрались конечно да понятно бедная не слышите но мне кажется что игра для меня это просто название взгляда на процесс вселенский нет такой силы который вот придет и всех заколбаться ну например по несколько дней назад произошло ключевое событие для последнего времени экономика китая общепризнанно мирового советом была признана более успешной и эффективной чем экономика америки америка никогда не было номер два вообще никогда где-то в китае ислам я не знаю вот ислам вошел в европу в европу он не вошел сам по себе можно посмотреть и лекции переслеги на и послушать гейдара джимали ислам был запущен как вторая волна после христианства после войны в европу как та сила которая сможет обновить кровь но они рассчитали политтехнологии то что ислам в отличие от христианства герметичная религия то есть их смысл герметики герметичен полностью ну например когда мы искали разные модели экономические для того чтобы могла существовать наша компания я очень много копался в то что для меня это был основным вызовом ну представьте у вас есть там компания 30 человек с которыми вы вместе делаете бизнес вы ездите там в экспедиции у вас нет никаких спонсоров потому что мы изначально договорились что нет никаких спонсоров мы сами зарабатываем себе столько сколько мы хотим чтобы у нас было на экспедицию там два пять миллионов там ну вот так вот потому что не может быть никого кто бы показывал тебе куда можно ехать а куда нет потому что он не адекватен вот а найти пространстве человека который доверяет априори и понимает слышать тебя это очень сложный процесс а может быть не наш неважно и был очень большой вызов когда вот у вас приходит количество денег некое там вы получили 10 миллионов как будете делиться этот значит там что-то пилил этот вот прям там со спонсорами взговаривал выгонял их оттуда этот таскал колобахи из банка ну неважно как вы будете делиться мы прошли разные экономические системы там пиратский кодекс там то сего частность систему халифата более совершенной экономической модели я не знаю если убрать всю религиозную вот как бы внешнюю часть то система исламских банков система халифата была создана для того что она имеет огромное количество портов для входа она была создана для того чтобы определенный тип комьюнити мог погружаться в любую социальную среду взаимодействует с любым количеством внешних факторов полностью интегрируясь с ними но не изменяясь самым и потом точно так же сниматься с места перемещаться в любую другую среду и взаимодействует сама по себе система совершенно невероятно по уровню вот но она герметична понимаете то есть она не ассимилируема и соответственно она начала расти очень адекватно расти потому что у нее никаких сопротивлений нет вообще никаких кто ей будет сопротивляться христианство да она находится в больших комплексах по поводу еще первых инквизиции вот у него комплексы и вот как-то надо их как-то обеспечивать вот вот и это очень быстро произошло захват но это история западного мира он сейчас помирает себе и помирает спокойно западный же мир он как бы как мое переживание вот эта история такая он много чего попер тут химию тут физику тут как бы еще чего-нибудь вот и он как бы все-то попер а ключи ему не дали поэтому как только дошел до предела того что он спер а дальше на транс эволюционировать а ключей то у него нет но он репу почесал как бы и вдруг те страны которые были странами третьего мира откуда он супер они так подождали подождали такое в виде умного дедушки скажи чаще а нормально ребенок наиграется вот он наигрался пришел к полному тупику и сейчас начнет обрушаться ну это нормально вот так что в этом смысле никакой силы который придет и всех сметет в играющих песочницы мне кажется не вся сила находится в вас а не где-то там ну вот мне очень понравился образ ну держись олег не бойся там жестокий мир но ты победишь там я ручка это уже начало до выхода ты думаешь о молодец вот все разбил ты что ну вот мне очень понравился образ который как-то давал с вами же мы были в таком 40 дневном диалоге мандали с вами ананты вот он как-то говорит что он как понимаешь должен понимать что вот если брать индуизм то вот есть все функциональные божества самые разные неважно это шаманизм индуизм они везде одинаковые христианские везде есть состояние она клиширована тем или иным видом мурти ну то есть обозначение этого состояния неважно это там пантеон святых бог един или это многобожие условное это совершенно неважно так вот все функциональные божества это просто как сказать в лас-вегас этого мира ну материи это не то что вы сначала функциональные божества а уже там за ними абсолют не абсолют с тобой напрямую а вот главные здесь в материи это функциональные божества то есть чтобы им оказаться в абсолюте им нужно реализоваться здесь в виде человека и только отсюда отправиться туда напрямую вот так вот образ который он там говорит он говорит но понимаешь абсолют бесполезно о чем-либо просить он молчаливо соприсутствует и все он ничем не помогает но он ничего не делает он молчаливо присутствует вот абсолютно вот там есть красивая игра про человека в веданте мне очень понравилось но девятка умноженное на любое число девятка это репрезентация абсолюта в веданте и девятка умноженное на любое число дает 9 вот то есть на 9 на 2 18 в сумме 9 там 9 на 3 то 27 9 и так далее а 8 это материя и 8 умножаем это 8 на 188 на 2765 когда будет все время деградация материи пока не будет умножена на девятку что даст 9 это объясняет что любой вид деятельности человека вообще любой умноженный на абсолют является абсолют то есть вы можете подчинять ботинки и это и будет вашей молитвой если вы абсолютно это делаете это и есть ваша реализацию все там вообще круто там же нет этих вот то что не понравилось по поводу кадонов днк то есть есть 64 вида искусств это 64 вида деятельности человека все то есть любая любой вид деятельности человека является видом искусств все вот это овощи коротко для меня вот ну вот поэтому это вы просто вышли уже запретил да простите да простите да у меня просто простой то есть а мне вот хочется каким-то образом как бы получше близится к этому абсолюту и вот вы и вот этой игре потому что например то пространство котором я живут а это там работа этом киды вещь да ну как на мой взгляд довольно как бы жестко структурировано то есть она довольно жесткая там как бы я не вижу особо место для игры а минусу вместо для абсолюта я могу наверное вроде как как назначает сам играть но непонятно как играть в этом жестком пространстве, которое довольно сильно все структурирует. Как найти этот абсолют, игру, которая все решит? Зачем она? Чем вас не устраивает эта структура? Мне она не очень нравится. Почему? Потому что мне кажется, что я могу больше, чем вам я позволяю делать. Воспользоваться структурой, она для этого предназначена. Надо выпить красную пилюлю. Хочется, хочется, чтобы он надлится. Но если возможность игры есть, почему не поиграть? Она маленькая, возможность игры маленькой. Знаете, есть такое понятие, как квалификация. Прекрасная защитная функция у любого движения. Ребенок лежит и плачет, и не знает, что он хочет. И вы даете ему воды. Если же он смог произнести «я хочу пить», значит у него есть все для того, чтобы пойти и добыть себе воду. Если вы сможете сформулировать точно свой вопрос, это означает, что вам пора. Если у вас есть некое представление, которое возможно не ваше, о том, что где-то там есть мир свободы, а вы в этой структуре, все хорошо, просто побалуйтесь в свою жизнь, насладитесь возможностями этой структуры. Не нужно думать, что где-то там летают, а вы весь такой чернорабочий. Восьмерка – материя, а девятка – это абсолют. Ну вот, спасибо! Спасибо.